Иван Сергеевич Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников Пётр Лаврович Лавров Из статьи Иван Сергеевич Тургенев и развития русского общества Первые встречи Тургенева с Петром Лавровичем Лавровым 1823-1900 годы Одним из крупнейших идеологов революционного народничества 70-х годов Относятся к 1859-60 годам, то есть к тому времени, когда, по словам самого Лаврова Его еще считали очень умеренным Лавров, избранное сочинение, том 1, Москва, 1934 год, страницы 78-79 В ту пору он сотрудничал в отечественных записках и был редактором энциклопедического словаря Судя по воспоминаниям Лаврова, личное знакомство с Тургеневым состоялось на чтениях в пользу литературного фонда На первом из которых, 10 января 1860 года, писатель читал Гамлета и Дон Кихота В том же 1860 году и в пользу того же фонда, пишет Лавров Тургенев способствовал устройству моих бесед о современном значении философии Вестник народной воли, 1884 год, номер 2, страница 88-я Сведений о других встречах Тургенева с Лавровым до 1872 года не сохранилось Лавров после выстрела Каракозова 4-16 апреля 1866 года Сразу же был арестован, предан военному суду и сослан под надзор полиции в одну из внутренних губерний России Сближение Тургенева с Лавровым произошло в Париже, куда Лавров приехал в 1870 году Бежав из Каднинской ссылки В конце 1872 года он встретился с Тургеневым у их общего знакомого Вырубова Общение с Лавровым, революционером, другом Энгельса и Маркса требовало от Тургенева известного мужества В 70-е годы полиция особенно пристально следила за самим писателем, и он знал об этом Который давно скомпрометировал себя в ее глазах многочисленными связями с русской политической миграцией Между тем, как раз в эти годы, в пору работы над Новью, обостряется интерес Тургенева к деятелям революционного движения В конце 1972 года, то есть ко времени встречи с Лавровым в Париже, у Тургенева уже был готов сюжет и план нового романа Писатель искал встреч с революционерами «Два лица, недовольно изучены на месте, невзяты живьем», — сетовал Тургенев в письме Кавелиной, рассказывая ей о будущих персонажах Нови Речь шла о Нежданове и Соломине Тургенев письма, том 10, страница 49 Особенно близкими и доверительными отношения Лаврова и Тургенева становятся, начиная с весны 1877 года, когда Лавров надолго задерживается в Париже Тургенева привлекала редкая широкая образованность Лавровым, разносторонность его интересов, математика, история, философия, публицистика, наконец, литературная критика Но не только черты психологического и нравственного облика Лаврова привлекали Тургенева, писателя, создавшего образ Соломина Интересовали некоторые аспекты политических взглядов Лаврова, в частности, его отрицание необходимости скорейшего насильственного переворота В какой-то мере впечатления от личности Лаврова нашли свое отражение в образе Соломина Тургенев согласен со всеми главными положениями программы журнала «Вперед!» редактировавшегося Лавровым, которое вызывает лишь одно его возражение «Напрасно так жестоко нападаете на конституционалистов», пишет он Лаврову 1.13.1873 года «Тем более, что вы сами плохо верите в насильственные перевороты» Тургенев, письма, том 10-й страницы, 123-124 Правда, заявление писателя о том, что он полностью разделяет программу «Вперед!» верно только до известной степени, ибо в основе ее была все-таки идея революции, им отвергаемая Было бы нелепо утверждать, замечал Лопатин в своем открытом письме в Daily News, что Тургенев разделял вполне программу «Вперед!» Или, безусловно, сочувствовал ей Прежде всего, как художник, Тургенев не был человеком строго определенной политической программы Но он был всегда горячим другом политической свободы и непримиримым ненавистником самодержавия Литературное наследство, том 76-й, страницы, 246-247 Ознакомившись с программой журнала, Тургенев изъявил желание быть подписчиком, серьезным, платящим подписчиком Тургенев, письма, том 10-й, страница, 123-й Он готов давать на издание 1000 франков в год Но потом, поняв, что такая сумма превышает его возможности, вносил в кассу журнала ежегодно 500 франков Тургенев поддерживал Лаврова в его полемике с Ткачевым, сторонником немедленной революции В вашей полемике против Ткачева вы совершенно правы Писал он ему 23 ноября, 5 декабря, 1874 года Но молодые головы вообще будут всегда с трудом понимать Чтоб можно было медленно и терпеливо приготовлять нечто сильное и внезапное Тургенев, письма, том 10, страница, 331-я Лавров был убежден, о чем он позднее писал в своей биографии и исповеди Что ни народ не готов к социальному перевороту Ни интеллигенция не усвоила себе в достаточной мере то социологическое понимание И то нравственное убеждение, которое одни могут выработать в последних искренних социалистов Он считал поэтому необходимым подготовление социалистической революции в России путем развития научной социологической мысли в интеллигенции И путем пропаганды социалистических идей в народе Тургенев одобряет выступление Лаврова в защиту цюрихских студенток Благородный и исполненный достоинства протест, которого требовала общественная нравственность Лавров протестовал против распоряжения русского правительства О незамедлительном и обязательном возвращении в Россию студенток, учившихся в Цюрихе Тургенев, письма, том 10, страница 115 Ежегодной дотацией журналу «Вперед» не исчерпывалось содействие Тургенева русским политическим эмигрантам Своеобразной формой помощи были и устраиваемые Тургеневым литературно-музыкальные «Утро и вечера», Сбор от которых также поступал в Фонд революционной эмиграции Вскоре после смерти Тургенева во втором номере «Вестника народной воли» за 1884 год Появилась итоговая работа Лаврова о Тургеневе Сам автор называл ее «воспоминаниями» Лавров, избранное сочинение, том 1, страница 87 Однако первая часть этой работы почти совсем лишена мемуарной основы Она представляет собой литературно-критическую статью о творчестве Тургенева И поэтому не входит в настоящее издание Опубликована в литературном наследстве том 76, страницы с 208 по 232 Но и вторая, мемуарная часть статьи, которая публикуется в сборнике Содержащая интересные и достоверные страницы воспоминаний Носят исследовательско-публицистический характер Изобилуют разного рода отступлениями Где дается анализ исторической и политической обстановки в России 70-х-80-х годов Разбираются произведения Тургенева, главным образом, новь Однако эти отступления органичны Без них портрет писателя, созданный Лавровым, оказался бы незавершенным По своей сложной публицистической манере воспоминания Лаврова близки мемуарам Аненкова Цель статьи Лаврова была сформулирована в первом номере Вестника народной воли за 1883 год Дать читателям материал для правдивой оценки отношения Тургенева к русскому социально-революционному движению Опубликовано в литературном наследстве, том 76, страница 249 В мемуарах Лавров пытается дать оценку личности писателя Его мировоззрения и политических взглядов Пытается определить место Тургенева в истории русской и мировой культуры В истории русской прогрессивной мысли Самый масштаб воспоминаний Лаврова так значителен, что по степени понимания и разъяснения творческой личности Тургенева Они занимают одно из первых мест в обширнейшей мемуарной литературе о писателе Текст печатается по журналу «Вестник народной воли» 1884 год, номер 2 С проверкой по автографу и правленной Лавровым корректуре, хранящимся в Цгаор Первое время моего пребывания в Париже, куда я приехал в начале 1870 года, я не видал в Тургенево В биографии исповеди Лавров точно указывает дату приезда 13, 1 марта 1870 года Прибыл в Париж Лавров, избранное сочинение том 1, страница 89 В 1870 году Тургенев, обосновавшийся в Баден-Бадене, находился в Париже лишь с 1 по 7 января Не помню, был ли он в Париже, но я не считал себя вправе возобновить наше петербургское знакомство посещением его после моего отзыва о дыме Отзывы, который мог быть ему известен Имеются в виду главы из анонимной статьи Лаврова «Цивилизация и дикие племена» Потугин вместо предисловия и потугинская цивилизация в виде послесловия Отечественные записки 1869 год, номера 5 и 9, содержащие резкие полемические отзывы о дыме В 60-е годы Лавров, так же, как и вся революционно-демократическая критика, был непримирим по отношению к образу Потугина Порой отождествляя его речи «совершенного западника» с авторской позицией Отечественные записки 1869 год, номер 9, страница 128 В 1869-70 годах Лавров склонен был рассматривать дым как произведение, направленное против молодого поколения Неделя, 1870 год, номер 16, страница 536 Однако в 80-е годы, когда описались воспоминания отношения Лаврова к творчеству Тургенева Которое в целом всегда оценивалось им очень высоко, становится более объективным Что и нашло свое выражение в опущенной здесь литературно-критической части статьи Иван Сергеевич Тургенев и развития русского общества Но мы встретились у общего приятеля, и мне было известно, что Иван Сергеевич знал, что я буду там При первой нашей встрече из-за границы, вспоминает Лавров, в салоне весьма известного русского парижанина Причем присутствовали Корж и Ханыков Иван Сергеевич воспользовался первым удобным оборотом разговора, чтобы повести речь об отцах и детях И горячо защищаться против неверного понимания этого произведения читателями и критикою Так как я никогда не смотрел на Базарова, как на тенденциозную карикатуру То мне было очень легко согласиться с Иваном Сергеевичем Но я тогда же высказал ему, что я ставлю ему в вину его изображение в дыме кружка Губарева и его поклонников Особенно в эпоху, когда группы, к которым можно было применять направление этого кружка Подверглись весьма ясно характеризованному гонению Тургенев не защищался Литературное наследство, том 76, страница 231 Встреча была очень радушная Он или хотел игнорировать мою экскурсию в область критики его произведений Или не знал действительно об этой экскурсии Он пригласил меня к себе Через несколько дней я поехал к нему И с этого времени, всегда, когда мы оба были в Париже, мы видались Хотя не очень часто, но и нередко А в промежутках обменивались письмами Собственно, лишь за это время я надлежащим образом узнал Ивана Сергеевича Это возобновление знакомства нашего имело место в конце 1872 года Перед моим переселением из Парижа в Цюрих Для того, чтобы начать там издание вперед И первые сохранившиеся у меня письма Ивана Сергеевича С определенную датую, писанные весной 1873 года Относятся с тамошнюю русскую молодежью В начале 70-х годов в швейцарском городе Цюрихе Сосредоточивалась значительная часть русской революционной эмиграции Основателем Цюрихской колонии был Сажен В 1872 году Лавров получил предписание из России Редактировать социалистический журнал Который был задуман как орган социально-революционной молодежи Биография исповедь В 1873 году в Цюрихе вышел первый номер журнала вперед Непериодического издания под редакцией Лаврова Но эта поездка не состоялась От 9 июня 1873 года он писал мне Об известной большой и беспощадной статье Помещенной в правительственном вестнике От имени правительства С угрозами тогдашним цюрихским студенткам О драконовских мерах, принимаемых русским правительством И прибавлял Вот и выходит, что человек предполагает А Лонгенов располагает Из письма Тургенева к Лаврову от 20 мая 1 июня 1873 года Ясно, что писатель собирался быть в Цюрихе 7-8 июня Он обдумывал тогда свою новь, вспоминает Вырубов И надеялся, как он выражался, набрать красок в этом сборище Разношерстной революционной молодежи Вестник Европы, 1913 год, номер 2, страница 62 О предубежденном отношении цюрихской молодежи К возможному приезду Тургенева Вспоминала впоследствии Фигнер Студенческие годы, Москва, 1924 год, страница 74 Поездка Тургенева в Цюрих не состоялась главным образом Из-за правительственных репрессий против русских цюрихских студенток По сути дела, направленной на то, чтобы ослабить один из центров революционной миграции Тургенев сообщал Лаврову об особом распоряжении, опубликованном в правительственном вестнике от 21 мая 1873 года Касающемся цюрихских студенток Их обвиняют во всевозможных ужасах, писал он Лаврову Упоминают, не называя, впрочем, вас, о ваших лекциях И кончают объяснением, что все те из наших соотечественниц Которые останутся в Цюрихе после 1 января 1874 года Будут лишены всяких прав и не допущены ни на какие коронные места и ни в какие заведения Вследствие этих драконовских мер наша русская колония в Цюрихе, вероятно, разлетится прахом Тургенев письма, том 10, страница 111 Тургенев оказался прав Вскоре цюрихская колония прекратила свое существование Редакция и типография журнала «Вперед» с начала 1874 года обосновалась в Лондоне В феврале 1874 года, проезжая через Париж при переселении редакции и типографии «Вперед» из Цюриха в Лондон Я прожил несколько дней в Париже и написал Ивану Сергеевичу, находит ли он удобным повидаться со мной Я понимал, что для легального русского свидания с редактором «Вперед» было нечто совершенно иное, чем знакомство с эмигрантом Виновным лишь в произвольном оставлении своего места ссылки А мои прежние отношения с Иваном Сергеевичем не были вовсе так близки, чтобы я имел право предполагать, что он захочет рискнуть из-за свидания со мною Какими-либо возможными неприятностями Но я получил самое любезное приглашение позавтракать вместе и побеседовать о всех делах С прибавкой, что увидаться непременно надо Это свидание состоялось 20 февраля 1874 года И Тургенев жадно расспрашивал меня о цюрихской молодежи, о ее содействии предпринимаемому мною делу Хотел знать подробности, обстановку Само собой разумеется, что я с удовольствием передавал ему все, что мог И я видел, как он был взволнован рассказом о группе молодых девушек, живших отшельницами и самоотверженно отдававших свое время, свой труд, свои небольшие средства на дело, в котором они участвовали только как наборщицы Не он, не я Мы не знали тогда, что говорили о будущих героинях процесса Пятидесяти, которые впишут навсегда свои имена в историю русского революционного движения и в мартиролог его Троих из этих милых сотрудниц по делу, тогда таких молодых и полных жизни, теперь уже нет на свете, остальные все в Сибири Так называемый процесс Пятидесяти состоялся в Москве 21 февраля 1877 года К суду привлекались лица, обвиняемые в революционной пропаганде и среди них бывшие цюрихские студентки, наборщицы типографии, печатавшие журнал «Вперед!» Бардина, сестры Любатович, Фигнер и другие Из пятидесяти двух политических преступников 18 женщин, подчеркивал автор Нови, ознакомившись с процессом «А мне, господа критики, говорят, что я выдумал Марианну, что таких личностей не бывает» Тургенев, письма, том 11, страница 103 С своей стороны Иван Сергеевич с раздражением рассказывал мне о положении дел в России, об отсутствии всякой надежды на правительство, растущей реакции, о бессилии и трусости его либеральных друзей Он не высказывал надежды на то, чтобы наша попытка расшевелить русское общество удалась Напротив, тогда, как и после, он считал невозможным для нас сблизиться с народом, внести в него пропаганду социалистических идей Но во всех его словах высказывалась ненависть к правительственному гнету и сочувствие всякой попытки бороться против него Иван Сергеевич имел, может быть, право писать в 1880 году, что его убеждения не изменились ни на йоту в последние 40 лет Что он остался либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, принципиальным противником революции Новости от 14-26 сентября 1883 года Из статьи «Ответ иногороднему обывателю» впервые опубликованной в газете «Молва» номер 358 за 29 декабря старого стиля 1879 года Я писал еще в 1877 году в Атенеум Никто из сколько-нибудь знакомых с автором и его прошедшим не может подумать ни на минуту, чтобы господин Тургенев был демагог Или даже чтобы он симпатизировал людям насильственного и кровавого переворота Цитата из статьи Лаврова о Нове, напечатанной без подписи, в лондонском журнале Атенеум от 17 февраля 1877 года Впервые на русском языке опубликована в литературном наследстве, том 76, страницы со 197 по 207 В прошлом номере Вестника народной воли было также определенно сказано Современное обозрение, страница 209 Что Иван Сергеевич не был никогда ни социалистом, ни революционером Лавров цитирует строки из некролога, напечатанного в первом номере Вестника народной воли, Женева, 1883 год Он никогда не верил, чтобы революционеры могли поднять народ против правительства Как не верил, чтобы народ мог осуществить свои сны о батюшке Степане Тимофеевиче Но история его научила, что никакие реформы свыше не даются без давления И энергического давления снизу на власть Он искал силы, которая была бы способна произвести это давление И в разные периоды его жизни ему представлялось, что эта сила может появиться в разных элементах русского общества Как только он мог заподозрить, что новый элемент может сделаться подобной силою Он сочувственно относился к этому элементу И готов был даже содействовать ему в той мере, в какой терял надежду, чтобы то же историческое дело Могли сделать другие элементы, ему более близкие и симпатичные Поэтому, когда я ему нарисовал картину одушевления и готовности к самоотвержению в группах молодежи, примкнувших в Цюрихе, к вперед Он без всякого вызова с моей стороны высказал свою готовность помогать этому изданию Первый том которого был уже около полугода в его руках И программа которого, следовательно, была ему хорошо известна На другой же день, 21 февраля 1874 года, я получил от него письмо, где он более определенно высказал Я буду давать ежегодно 500 франков до тех пор, пока продолжится ваше предприятие, которому я желаю всяческого успеха И прислал взнос за первый год Это письмо, сохранившееся в моих бумагах, я давал прочесть двум лицам, пользующимся общественным уважением, имевшим случай знать почерк Ивана Сергеевича, никогда не принадлежавшим к русской революционной партии И свидетельства которых никто, вероятно, не решится заподозрить примечания Лаврова В следующие два года взнос происходил через посредников, так как я находился все время в Лондоне У меня сохранилось очень мало писем и записок Ивана Сергеевича из этого периода В одной из них, от 29 апреля 1875 года, он писал мне, что думает ехать на патридж-шрутинг и быть проездом в Лондоне, прибавляя Надеюсь увидеть вас там и побеседовать об Omnibus Rebus На бумаге это неудобно исполнить, ограничусь тем, что нахожу вашу деятельность полезной, несмотря на неизбежные drawbacks Недостатки, которые я очень хорошо видел сам Не помню, помешало ли Ивану Сергеевичу приехать или во время его проезда через Лондона оказалось невозможным или неудобным наше свидание Но оно не состоялось Скорее всего, он вовсе не приезжал, так как 7 сентября того же года он мне писал из Бужеваля О двух произведениях нашей наборни, ему посланных, входя в довольно подробный разбор сказки «Мудрица Наумовна», указывая на ее литературные недостатки Но говорил, автор-человек с талантом, владеет языком, и весь его труд согрет жаром молодости и убеждения Далее Иван Сергеевич еще раз говорит, что у автора есть и талант, и огонь Пусть он продолжает трудиться на этом поприще В последние годы одна книга этого автора появилась на итальянском языке, а переводы на английском языке появились в Англии и в Америке Как слышно, готовится ее французское и немецкое издания Речь идет о Степнике Кравчинском, писателе-революционере Одна книга «Подпольная Россия» Степника Кравчинского, отдельное издание которой вышло в 1882 году на итальянском языке в Милане с предисловием Лаврова Произведение Кравчинского задумано было им как характеристика движения в лицах и образах Статья Таратуты «История одной книги» Прометей, 1967 год, номер 3, страница 168 Вскоре «Подпольная Россия», завоевавшая широкую популярность, была переведена почти на все европейские языки Известен отзыв Тургенева о «Подпольной России» Написано в высшей степени талантливо, есть места даже художественные Степняк Кравчинский с большой симпатией и уважением относился к Тургеневу Видел в нем большого художника, собирался написать книгу о его творчестве Публикация из незавершенной книги Степняка Кравчинского о Тургеневе «Литературное наследство», том 76, страницы с 255 по 276 В следующем месяце он писал мне об одной статье, которую я ему посылал в рукописи на прочтение И которая принадлежала личности, фигурировавшей впоследствии в нове под именем Кислякова Иван Сергеевич благодарил меня за непомещение статьи во вперед И сообщал некоторые подробности о своих сношениях с этим господином Речь идет о письме Тургенева к Лаврову от 29 сентября, 11 октября 1875 года «Возвращаю вам присем прилагаемую элукубрацию», — писал Тургенев «Имею вам сказать только то, что вы очень скоро раскусили ее автора, пустейшего из лоботрясов Да, кстати, поблагодарить вас за непомещение ее в вашем журнале» Тургенев, письма, том 11, страница 135 Тургенев имел в виду молодого доктора Дегтярева, секретаря комитета общества помощи женщинам Учащимся на медицинских и педагогических курсах Об отталкивающем впечатлении, произведенном на него Дегтяревом О его прожектерстве, псевдореволюционности Тургенев рассказывал своим друзьям, в частности, Островской Ее воспоминания во втором томе настоящего издания Некоторые личные записи Дегтярева, в которых он развивает свои взгляды Предоставила Тургеневу философова, его петербургская знакомая Мне неизвестно, продолжал ли Иван Сергеевич свое содействие вперед Когда с концом 1876 года я оставил редакцию этого издания Так как это было дело не личное, а взнос в кассу издания То дальнейшие распоряжения до меня не касались О личности, только что упомянутой в письме ко мне Ивана Сергеевича Говорит он, очевидно, и в письмах к даме Симпатичную личность, которую нетрудно угадать Помещенных в октябрьской книжке русской старины за 1883 год Страница 219 и следующие Эти письма доставляют немаловажный материал Для его взгляда на революционную молодежь 1874-1875 годов Почтенная энтузиастка хотела познакомить его С образом мыслей, вообще с личностями новых людей Иван Сергеевич отвечал ей, что к этим экземплярам Можно отнестись только с сатирической, юмористической точки зрения Что это еще не новые люди И упрекал их в скудости мысли, в отсутствии познаний А главное в бедности, в нищенской бедности дарований Но он писал Я знаю таких между молодыми Которым гораздо более приличествует подобное наименование новых людей Я мог бы назвать вам молодых людей с мнениями гораздо более резкими С формами гораздо более угловатыми Перед которыми я, старик, шапку снимаю Потому что чувствую в них действительное присутствие и таланта, и ума Лавров цитирует письма Тургенева к Философовой В конце 1876 года я приехал на две недели в Париж Я был очень озабочен отстаиванием газеты вперед Против съезда, имевшего место в Париже Я потерпел неудачу Отказался от редакции И предвидел гибель начатого дела Хотя такого быстрого его падения И политического самоубийства своих товарищей пропагандистов Какое имело место, я вовсе не ожидал Речь идет об идейных разногласиях в среде русской политической эмиграции Группировавшейся вокруг журнала «Вперед» «Впередское гнездо близится к разорению» Писал Лопатин Лаврову 25 февраля, 9 марта настоящего стиля, 1877 года Литературное наследство, том 76, страница 324 Утомленный и раздраженный ежедневными прениями на съезде Я рад был отдохнуть на разговорах о чем-либо другом И раза два в эти две недели был у Ивана Сергеевича Он мне говорил о Нове, которая должна была появиться в первых книжках «Вестника Европы» 1877 года И обещал мне прислать корректуру статьи, как только она получится Тургенев отправил Лаврову корректуру Нове через Лопатина В письме от 5.17.1877 года Тургенев просил Лаврова по прочтении срочно вернуть корректуру А также сообщить его мнение о Нове, какое бы оно ни было Тургенев, письма, том 12, книга 1, страница 59 Чтение Нове было вызвано не только желанием Лаврова ознакомиться с новым произведением Тургенева Но и с намерением написать статью о романе Подробнее обо всех обстоятельствах публикации статьи в литературном наследстве Том 76, страницы со 194 по 196 По возвращении в Лондон я как-то упомянул об этом в разговоре Тогдашнему радикальному члену Палаты общин Теперь занимающему очень высокое политическое положение Тесно связанному с лондонским Атенеумом Лавров по всей вероятности имеет в виду издателя Атенеума Чарльза Дилка Высоко оценивающего творчество Тургенева В сопроводительном письме к редактору журнала Лавров замечал, что обещал сэру Чарльзу Дилку Дать для Атенеума статейку на французском языке о новом романе господина Тургенева Литературное наследство, том 76, страница 195 Он попросил меня дать в Атенеум статью о новом романе, и она была напечатана там, значительно сокращенная В последующем я приведу из нее некоторые отрывки, так как мой взгляд на новь с тех пор не изменился Иван Сергеевич едва ли знал, что она принадлежит мне Предупреждаю читателя, что у меня нет под руками номера Атенеума, где помещена статья А сохранился лишь французский оригинал его рукописи, где недостает нескольких страниц Следовательно, может случиться, что я приведу кое-какие места, выброшенные редакцией при сокращении статьи Для помещения ее в Атенеуме, для которого она оказалась слишком длинной Примечание Лаврова С появления дыма до нови прошло почти 10 лет Реакция раздавила в России земство, исказила судебную реформу, довела освобожденных крестьян до разорения Самарский голод сделал очевидным все язвы народных бедствий Ученики Чернышевского, Добролюбова, Писарева сплотились в растущую, хотя и неорганизованную революционную силу Трагедия коммунная не прошла даром и для России Процесс «Нечаевцев» позволил выступить адвокатуре с политическими речами Начали за границей снова работать типографские станки для новой литературы анархистов и подготовителей революции С 1 июня по 27 августа 1871 года в Санкт-Петербургской судебной палате разбирался политический процесс «Нечаевцев» Дело о заговоре, составленном с целью неиспровержения существующего порядка управления в России Нечаевцы готовили всероссийское восстание против царизма, приуроченное к весне 1870 года Нечаев, последователь Бакунина, проповедовал крайне анархистские теории о возможности любых средств для достижения революционных целей «Наше дело страшное, полное повсеместное разрушение», говорилось в программе группы Нечаевым Правительственный вестник, 1871 год, 9 июля, страница 4 Политический процесс Нечаевцев привлек внимание крупнейших либеральных юристов России В их числе был известный русский адвокат Арсеньев, выступивший в роли защитника на процессе Нечаевым Возможно, Лавров имеет в виду его выступление на суде, послужившее основой для статьи «Политический процесс 1869-1871 годов. Вестник Европы, 1871, номер 11» В этой статье, за которую журнал получил первое цензурное предостережение, Арсеньев высказал мысль о том, что участие молодежи в тайных обществах вызвано отчасти и репрессиями со стороны правительства В одном из персонажей Нови, Василии Николаевичи, Тургенев изобразил Нечаева Говоря о работе типографских станков, Лавров, по всей вероятности, имеет в виду деятельность Ткачева, издававшего с 1875 года, сначала в Женеве, а затем в Лондоне, журнал «Набат» Программа журнала предусматривала подготовку немедленного восстания в России «Молодежь пошла в народ» Записка, разосланная графом Поленом в 1875 году говорила о раскрытии пропаганды в 37 губерниях о привлечении к дознанию 770 лиц Имеется в виду записка министра юстиции Графа Полена «Успехи революционной пропаганды в России» Издание 2. Женева, 1875 год, в которой сообщалось о результатах судебного следствия по делу о революционной пропаганде в 37 губерниях России «Русские инсаровы, люди сознательные, всецело проникнутые в великой идее освобождения Родины и готовые принять в ней деятельную роль, получили возможность проявить себя в современном русском обществе» Сочинение Добролюбова, том 3, страница 320 Из статьи Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» Накануне повесть Ивана Сергеевича Тургенева Новые Елены не могли уже сказать, что делать в России Они наполняли тюрьмы, они шли в каторгу Они через месяц небольшим, 10 марта 1877 года, после появления конца Нови говорили перед судом, что их целью было внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливейшего общественного строя Признавали насильственную революцию при известных обстоятельствах, неизбежных злом И предсказывали, что революционное движение не может быть остановлено никакими репрессивными мерами Оно может быть, пожалуй, подавлено на некоторое время Но тем с большей силой оно возродится снова И так будет продолжаться до тех пор, пока наши идеи не восторжествуют Лавров приводит отрывок из речи Бардиной на московском процессе 50 А в то же время реакционная литература, в особенности же реакционная билетристика Разливались ливнем грязи на новых русских революционеров Новь вызвала очень разнообразные мнения среди передовых групп русской молодежи Когда я читал ее в корректуре в Лондоне в январе 1877 года Кропоткину И некоторым членам прежней наборни «Вперед» Она очень понравилась Отзыв Кропоткина о Нове в его воспоминаниях в настоящем томе Вместе с Кропоткиным на чтении Нове присутствовал один из наборщиков журнала «Вперед» — Янцин Его письмо к Смирнову, сотруднику журнала, в котором он рассказывает о чтении Лаврова Нове Сохранилось в материалах периллюстрации третьего отделения Литературное наследство, том 76, страницы 322 и 324 Но другие были возмущены Даже люди, очень расположенные к Ивану Сергеевичу, как тот, кому принадлежат страница 15 и следующие в обращении к читателю сборника «Из-за решетки» 1877 год, отнеслись достаточно жестко к новому роману Речь идет о Лопатине Ему принадлежит предисловие, открывающее книгу «Из-за решетки» сборник стихотворений русских заключенников по политическим причинам в период 1873-77 годов, осужденных и ожидающих суда Женева, 1877 год Литературное наследство, том 76, страницы с 250 по 253 Главный упрек, который делается в предисловии автору Нови, заключался в том, что писатель, по мнению Лопатина, избрал своими героями наименьше характерные и многочисленные типы Заставил их действовать самым несообразным, чтобы не сказать смешным образом, чем невольно способствовал искажению образа революционера Приведу несколько страниц из Атанеума Цитата из статьи Лаврова о Нове Я сказал выше, говоря о прежних произведениях господина Тургенева, что его произведения представляют всегда неполную картину наблюдаемого им движения Это справедливо и для его романа Его личные отношения позволили ему наблюдать и выразить лишь одну сторону революционного движения в России Он опять оставил в стране многие точки зрения, входящие в рассматриваемый им вопрос Он снова создал несколько живых типов, которые навлекут на него ругательство одних, симпатии других Он набросил несколько симпатичных или поразительных сцен, которые останутся в литературе Господствующее впечатление, получаемое при чтении романа, заключается в том, что наблюдатель-художник был живо поражен важностью революционного движения среди русской молодежи Группа, составляющая центр всего рассказа и привлекающая симпатии читателя, несмотря на свои недостатки Это группа молодых людей, глубокие убеждения которых сделали их врагами порядка вещей, существующего в России Они живут своим трудом, они горды своей бедностью, они ищут невыгодной карьеры или личного счастья Они хотят служить народу, подавленному господствующими классами Они хотят для него действительной свободы, они хотят поднять его против существующего строя Личности этой центральной группы представляют весьма различные типы и различаются еще более между собой способностями умом Но всех их характеризует одна общая черта, резко отделяющая их от людей другой группы, вызывающая к ним любовь и уважение, несмотря на их недостатки, несмотря на их явные ошибки Несмотря на недостаток ума у одних из них и на комический оттенок, который имеют иногда их приемы деятельности Эта черта заключается в том, что они суть представителей иной, высшей нравственности Не нравственности условной, но той глубокой нравственности, которая убивает всякий эгоизм, всякое личное вожделение Придает людям характер искренности и делает их способными на все жертвы для класса несчастных и обездоленных Здесь при оценке значения того комического элемента, который внес Тургенев в фигуры опростившихся, следует взять в соображение слова его по поводу подобного же элемента в «Дон Кихоте», сказанной за 17 лет ранее Бесспорно, что борцы за лучшее будущее русского народа, выставленные автором вновь, были для него сродни «Дон Кихоту», но следует не забывать, что для него «Дон Кихоты» были служителями идеи и обвеяны ее сиянием Что попирание их свиными ногами есть последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию, и что тем самым они завоевали себе бессмертие Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле революционной мысли не хотели признать в своих рядах людей типа «Дон Кихота», отличительная черта которого — непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий Сочинение Добролюбова, том 3, страница 307 Но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое дело, составляются не по собственным идеалам, а по тому фатальному процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего их общества Не с подобной ли же иронией, говорят передовые деятели 1883 года, Иван Сергеевич Тургенев в типографии народной воли Относимся сами мы к движению 70-х годов, в котором, несмотря на его несомненную искренность, страстность и героическую самоотверженность, действительно было много наивного Цитируются строки из прокламации Якубовича Тургенев в «Воспоминаниях революционеров», страница 7 Машурины, Остродумовы, Маркеловы были живые лица, типа, которые действительно встречались Даже Нежданова были возможны, хотя мне не случалось наблюдать даже близкого типа в среде нечаевцев или народников, которых мне удалось видеть А тот О, на которого намекает господин Ковалевский в своих воспоминаниях «Русские ведомости» от 27 сентября 1883 года, не представлял даже самого отдаленного сходства с нравственным типом Нежданова Но дело в том, что лишь художник-индивидуалист мог ограничиться этими личностями Воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе Ковалевского во втором томе настоящего издания Автор мемуаров называет прототипом Нежданова, Отто, Онегина В набросках романа «Новь» Тургенев сам указывал на связь образа Нежданова с Онегиным Для того же, который сам ставил себе задачу воплотить в надлежащие типы образ и давление времени, превосходно отделанный угол картины, развернутый перед глазами читателя, не мог заменить самой картины Дело в том, что в революционной партии были не одни Машурины, Остродумовы и Неждановы, как в обществе, против которого они вооружались Были не одни Сипягины и Коломейцевы Дело в том, что если бы революционная партия состояла в то время только из тех личностей, которых нарисовал Тургенев То история России последних десяти лет была бы невозможна В том, что даже в своем рассказе художник смешал, как и было ему замечено в обращении к читателю в сборнике «Из-за решетки» страница пятнадцатое примечание Чисто народническое движение 1873-го и следующих годов с заговорческим движением времен Нечаевщины То есть смешал две ступени развития, резко различавшиеся между собой по своим основным воззрениям на способ достижения новых порядков На это было указано в статье, приготовленной для Атенеума Процессы 1877-го и следующих годов показали, что люди иного типа были налицо И между тем даже отдаленного намека на эти весьма характеристические типы для образа и давления времени Не дал художник в группе тех живых личностей, которых он создал вновь перед глазами читателя «Я тогда мало знал нашу молодежь», — говорил сам Иван Сергеевич о своей нове в 1879 году в Петербурге Общее дело, номер 56, страница четвертая В этом номере нелегального журнала Общее дело, номер 56, за 1883 год В составе статьи «Тургенев и молодая Россия» были опубликованы воспоминания бывшего студента Горного института о встрече с Тургеневым в 1879 году «Тургенев в воспоминаниях революционеров» страницы с 86 по 88 Слова Тургенева об отношении к молодежи приводятся в пересказе автора воспоминаний И, тем не менее, перед целой литературой грязных ругателей этой молодежи он выставил ее, эту революционную молодежь, как единственную представительницу высокого нравственного начала Как служительницу идеи, обвеянную ее сиянием Как тех личностей, над которыми масса глумится, которых она проклинает и преследует, но за которыми затем идет, беззаветно веруя Потому что они не боялись ни ее преследований, ни проклятий, не боялись даже ее смеха Идут непреклонно вперед, вперив духовный взор в им только видимую цель Неточная цитата из статьи Тургенева «Гамлет» и «Дон Кихот» Тургенев сочинение, том 8, страница 180 В этом еще раз проявилась способность Ивана Сергеевича, о которой сказано выше, способность угадывать некоторые действительные явления русской жизни Далеко вернее и шире, чем его сверстники, соперники его по таланту, но стоявшие далеко ниже его по развитию Весной 1877 года я переселился в Париж, и личные мои сношения с Иваном Сергеевичем Сделались теснее в последние пять лет его жизни, чем в прежнее время Общее настроение Ивана Сергеевича в эти годы становилось все мрачнее С 1878 года он начал свои стихотворения в прозе, серию, проникнутую возвращающимся и усиливающимся чувством нравственного одиночества, мучительную мыслью о старости, о близкой смерти Настали темные тяжелые дни, когда он говорил себе, уйдя в себя, в свои воспоминания, но будь осторожен, не гляди вперед, бедный старик Старик, июль 1878 год Настоящее вызывало мысль «Я один-один, как всегда», голубь, май 1879 Воспоминания раздражали его воображение представлением о том, как хороши и свежи были розы, как теперь ему холодно, и как все они умерли, умерли Как хороши, и так далее, сентябрь 1879 года А впереди грозная старуха-судьба гнала его к могиле, которая плывет, ползет сама к нему Старуха, февраль 1878 год Росло в его доброй душе вместе с увеличивающейся болезненностью и раздражением против критиков, так как он, живя вне России, не мог знать До его торжественной поездки на родину в 1879 году, насколько он остался любимым билетристом всех групп, читающей русской публики О триумфальных встречах Тургенева на родине в 1879 году, явившихся выражением признания огромных заслуг писателя перед русской литературой В воспоминаниях Ковалевского и комментариях к ним во втором томе настоящего издания В последние дни в Москве устроены были шумные и небывалые овации известному писателю Тургеневу, говорилось в агентурной записке третьего отделения В честь его давались обеды, на которых произносили страстные речи студенты, профессора университетов, редакторы газет, адвокаты и сам Тургенев В речах этих почти прямо высказывалось, что Россия стоит накануне конституционного переворота и какой-то особой демократизации Литературное наследство, том 76, страница 325 Он говорил об ударах, которые больнее бьют по сердцу, чем суд глупца Он говорил о человеке, который сделал все, что мог, работал усиленно, любовно, честно И честные души годливо отворачиваются от него, честные лица загораются негодованием при его имени Услышишь суд глупца Февраль 1878 года Он рисовал довольного клеветника, который сам поверил своей клевете Довольный человек тогда же Говорил о житейском правиле Упрекайте противника в том самом пороке или недостатке, который вы за собою чувствуете Негодуйте и упрекайте Житейское правило тогда же Он рисовал дурака, заведующего критическим отделом И восклицал Житье дуракам между трусами Дурак Апрель 1878 года Он противополагал торжествующего Юлия, оплеванному Юнию Хотя первый лишь украл у второго его мысль Два четверостишие там же После марта 1879 года мыслей этого рода мы не встречаем в стихотворениях в прозе Хотя, по частным сведениям, русская мысль, ноябрь 1883 год, страницы 314 и 318 Они встречались в разговорах Ивана Сергеевича рядом с выражением чувства нравственного одиночества О русских общественных вопросах в этой серии произведений, охватывающей 1878-82 годы, говорится мало И мнение Ивана Сергеевича, относящееся к этому времени, приходится более черпать из воспоминаний о частных разговорах Мои разговоры с ним и наша переписка оставались большую частью на почве нейтральной Именно на почве личной помощи, которую он постоянно оказывал через мое посредство нуждающимся русским, принадлежавшим к колонии латинского квартала В значительной доле состоявшей не только из эмигрантов, а также из легальных русских, но не имевших сношений с другой русской колонией, группировавшейся около церкви улицы Дарю и посольства Не считая тех лиц, которые лично обращались к нему помимо моего посредства, а также на почве литературных вопросов Причем, между прочим, он лично помог мне своим замечательным знанием Шекспира, чуть не наизусть, когда мне пришлось для одной работы искать, куда относятся многочисленные цитаты из Шекспира одного автора, приведенные весьма часто, без точных указаний Но, само собой разумеется, что редко свидание наше проходило без разговора о России, о русских делах, о правительстве, о либералах и о революционной партии Он мне часто сообщал в извлечении или даже прочитывал отрывки писем, получаемых им от лиц, которые могли знать действительное положение дел и которые большую частью еще живы, а потому я их не называю Так как я не записывал наши разговоры, то не могу не приводить точных слов Ивана Сергеевича, не указывать точную эпоху в течение последних шести лет, когда происходил тот или другой разговор Передаю лишь общее его отношение к различным элементам русского общества Причем всякий знавший Ивана Сергеевича поймет, что при его чрезвычайной впечатлительности к внешним влияниям минуты отношение его к тому или другому элементу русского общества, мною характеризованное в общих чертах, становилось ярче или бледнее, смотря по случайным событиям По впечатлениям, полученным Иваном Сергеевичем от лиц, с которыми он видался, или от его корреспондентов Скептицизм относительно чего бы то ни было действительно полезного для России, способного выйти от кого бы то ни было, от правительства, от либералов или революционеров Составлял основную черту его взглядов на русские дела, хотя при этом он готов был сочувственно отнестись к самомалейшему явлению, которое как будто обещало что-либо Но лишь для того, чтобы вслед за тем еще сильнее обрушиться на то, что обмануло его минутные надежды Безусловно, отрицательно относился он к министрам последних лет, хотя было время, когда как будто ждал чего-то от Меликовым В письме к Николаю Васильевичу Чайковскому от 2 ноября нового стиля 1880 года Тургенев замечал, имея в виду Лорис Меликова «Я никогда не питал особенных иллюзий насчет упоминаемого вами лица Я полагал и до сих пор полагаю, что надо пользоваться оттепелью, пока опять не завернул мороз» Лорис Меликов с начала 1880 года, после взрыва 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце, организованного Халтуриным Возглавлял Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия А в августе этого же года был назначен министром внутренних дел В его программе предусматривались некоторые либеральные реформы, вызванные усиливающимся освободительным движением Развитием революционного террора в ответ на репрессии правительства За период диктаторства Лорис Меликова, несмотря на целый ряд мер, направленных на более эффективную борьбу с революционным движением Полицейский режим в стране был несколько ослаблен Подробнее об этом «Заянчковский. Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х годов. Москва. Издательство Московского университета. 1964 год» А также комментарий Макашина к письмам к тетеньке Салтыкова Щедрина Щедрин, том 14 С неподражаемой добродушной иронией говорил он о личностях из царской фамилии, с которыми ему пришлось встречаться в Париже О сожалению, выраженном однажды нынешней императрицей России, тогда уже давно женой наследника русского престола, что он, Тургенев, пишет свои повести по-русски Речь идет о встрече Тургенева в 1879 году с Александром III, тогда еще наследником престола, и его женой Марии Федоровной в русском посольстве в Париже Об этом эпизоде в воспоминаниях Семевского «Встреча Ивана Сергеевича Тургенева с Александром III. Красная панорама, 1928 год, номер 28, страница, 14 Об ограниченности, невежестве и неловкостях нынешнего императора и его дядюшек И между тем это не помешало тому, что под его влиянием, если не им самим может быть написанное, в чем он мне прямо не сознавался, появилась в ревю вслед за воцарением Александра III статья, выражавшая надежды, которые едва ли мог иметь серьезно человек, который знал, что за личность всходила на престол Российской империи В письме к Лаврову от 31 марта, 12 апреля 1881 года Тургенев прямо указывал на свое авторство «Статья об Александре III действительно принадлежит мне, не ожидал, что она наделает столько шуму» Тургенев, письма, том 13, книга 1, страница 80 Статья была опубликована анонимно в журнале «Политическое и литературное обозрение» 1881 год, номер 13, 26 марта Подробно о статье Тургенев, сочинение, том 14, страница с 556 по 558 Тургенев предполагал, что новый царь несколько облегчит материальное положение крестьянства, хотя и не ждал от него каких-либо серьезных реформ Много раз у нас заходил разговор о его ближайших друзьях или единомышленниках, о русских либералах Много раз я к нему приставал с вопросом, почему они не делают того или другого, очевидно полезного для их политических взглядов Почему они при всей своей численности, при значительных денежных средствах, при бесспорном присутствии в их рядах людей со способностями, с талантом, с авторитетным именем Не выступают, как политическая партия, пытаясь захватить себе то значение представителей передовых требований, которое они предоставляют ненавидимым ими социалистам-революционерам Каждый раз он начинал иронически или раздражительно перебирать имена и личности, иные весьма близкие ему, и доказывать для каждого, что он не способен ни к смелому делу, ни к риску, ни к жертве И что поэтому невозможно организация их в политическую партию с определенную программой и с готовностью пожертвовать многими личными удобствами до тех пор, пока для них сделается возможную надежда достичь своих политических целей Пользуюсь случаем, чтобы выразить свое сомнение, имели ли вовсе в последние годы русские либералы определенную политическую программу действий В 1882 году собралось у меня в Париже несколько личностей из русской либеральной интеллигенции, достаточно смелых, чтобы посещать меня И каждый из которых завоевал себе право называться одним из лучших представителей русского либерализма Все они нападали, конечно, на русскую революционную партию и на ее способ деятельности Но все согласны были в полном расстройстве положения дел в России Так продолжаться не может, повторял почти каждый Я им сказал, положим на минуту, господа, что программа деятельности революционной партии неверна Дайте другую программу, чтобы выйти из тепережнего положения, и обсудим ее Эти люди, принадлежавшие, как я уже сказал, к самому цвету русской либеральной интеллигенции, не могли дать никакой программы Один из них, очень остроумный, сказал, правда, что порядочным людям надо бежать из России Но он сам отлично понимал, что ведь это не политическая программа Примечание Лаврова По словам автора статьи «Черты из парижской жизни» Ивана Сергеевича Тургенева Русская мысль, ноябрь 1883 год Нисколько не утверждая, насколько можно верить его свидетельству, Иван Сергеевич выражался о своих единомышленниках в последние годы так Страница 324 Мы, то есть я и мои единомышленники, честные и искренние либералы И от всей души желаем воцарения в России, благоденствия, правды и свободы Мы готовы много работать для достижения этих целей Но все мы, сколько нас не есть, все хорошие и нескупые люди Не решимся рискнуть для этого самой ничтожной долей своего спокойствия Потому что нет у нас ни темперамента, ни гражданского мужества Что делать, надо сознаться, что малодушие присуще нашей натуре Следовательно, для меня совершенно бесспорно, что ни в какой момент последних шести лет жизни Иван Сергеевич не питал надежды, что его единомышленники, русские либералы В состоянии, как политическая партия, оказать то давление на правительство Без которого немыслимы реформы в либеральном направлении И между тем, когда весною 1879 года Русские либералы сделали из его приезда в Москву и Петербург Повод к демонстрации в пользу своих идей Иван Сергеевич, отлично понимавший Он это не раз говорил и мне, и моим приятелям Что овации, делаемые ему, гораздо менее относятся к его личности Чем составляют прием агитации для либералов Охотно отдавал себя в распоряжение этим господам В способность которых к жертвам за убеждение Или к политической деятельности он нисколько не верил Насколько Иван Сергеевич интересовался и следил с особенным вниманием В последние годы за русскую молодежью Русская мысль, ноябрь 1883 год, страница 312 Можно видеть из многих воспоминаний о нем, уже обнародованных Нечего говорить, что он относился скептически И к деятельности революционеров Отрицал у них и возможность пропаганды в народе И достаточную силу, чтобы произвести надлежащее давление на правительство После какого-либо неудавшегося покушения Или факта, вызвавшего много жертв Но остававшегося без видных результатов Он раздражался на неумелость революционеров И говорил, что они лишены надлежащей энергии Весною 1878 года он писал, проникнутый глубоким скептицизмом Разговор чернорабочего с белоручкой Где представитель народа не только гонит от себя того Кто хотел освободить серых темных людей Восставал против притеснителей их Но в то же самое время, когда вешают этого белоручку Думает лишь о том, нельзя ли нам той самой веревочки раздобыть На которой его вешать будут Говорят, большое счастье от этого в дому бывает В конце того же года он говорил о русском мужике О том самом мужике, сны которого так грозно брызгали теплую кровью На мечтателя 1863 года Да, и ты тоже, Сфинкс Только где твой Эдип? Сфинкс, декабрь 1878 Но в то же время старался расширить свое знакомство В кругу нигилистов Вел долгие разговоры с Кропоткиным О его планах и взглядах на русские общественные дела И всячески помогал людям этого лагеря 16 глава повести Тургенева «Призраки» Тургенев, сочинение, том 9, страницы 95-96 В феврале 1879 года Иван Сергеевич приехал в Москву И тут только увидел, как сильно влечение к нему в русских интеллигентных кружках Когда блестящий представитель русской интеллигенции Ковалевский Провозгласил на скромном дружеском обеде из 20 человек тост за него Как за любимого и снисходительного наставника молодежи Иван Сергеевич не дослушал этого приветствия и разрыдался В записке, писанной на другой день К учредителю маленького празднества Он говорил об этом как о чем-то еще небывалом В его литературной жизни «Русские ведомости» 1883 год, номер 265 Но он застал Россию действительно в несколько небывалом настроении Выстрел Веры Засулич в Трепово в январе 1878 года Разбудил сонное общество Обломовых до слоев Которые казались вовсе не способными к пробуждению Засулич 24 января 1878 года совершила покушение На петербургского градоначальника генерала-адъютанта Трепова Разрешившего высечь подследственного революционера Боголюбова Суд присяжных оправдал Засулич и она была освобождена Неотправленное письмо Лаврова к Ивану Сергеевичу Тургеневу От 30 мая 11 июня 1878 года Литературное наследство, том 73, книга 2, страница 63 История с Засулич взбудоражила решительно всю Европу Сообщал Тургенев 18-30 апреля 1878 года Стасюлевичу Из Германии я получил настоятельное предложение Написать статью об этом процессе Так как во всех журналах видят интимнейшую связь Между Марианной Нови и Засулич И я даже получил название «Пророк» Тургенев письма, том 12, книга 1, страница 312 Когда присяжные в столице империи Вынесли 31 марта оправдательный приговор И этот приговор был встречен аплодисментами Даже генерал-адъютантов и высших сановников В зале суда и всеобщим ликованием По всем углам России Общество русское само было удивлено Своим либерализмом И удобством высказаться в процессе Где в сущности истцом Был произвол неограниченной власти Представляемой Треповым А ответчиком Личная инициатива подданного Протестующего против этого произвола Револьвером Оказалось, что система Произвола неограниченной власти Была торжественно осуждена Петербургскими притяжными А протест против нее всеми средствами Был признан правильным представителями Общественной совести Вслед за тем Началась открытая война Между революционерами и правительством Вооруженное сопротивление в Одессе 30 января Попытка убить Котлеровского 23 февраля Убийство Гейкинга 25 мая Юридическое убийство Ковальского 2 августа Убийство Мезенцова 4 августа И князя Кропоткина 6 февраля 1879 года Последовали быстро Одно за другим В промежуток времени Немногим более года В ответ на репрессии Царского правительства Подпольные революционные центры В России Организовали ряд террористических актов О царь Александр Наследник шести императоров И бесчисленных царей Говорилось в прокламации Степника Кравчинского По поводу нового приговора Процесса 193 Довольно проповедовали мы любовь Пришла пора вас звать к ненависти Довольно все прощения Месть Месть кровавая Беспощадная Будет отныне ответом На ваши злодейства Цитируется по статье Таратуты История одной книги Прометей 1967 год Номер 3 Страница 153 В воспоминаниях Лаврова Говорится о целой серии Террористических актов Совершенных Революционерами В 1878 году В разных городах России 30 января Старого стиля 78 года В Одессе произошло вооруженное Столкновение группы террористов С полицией и жандармерией Покушение на товарища прокурора Киевской судебной палаты Котлеровского Было совершено 23 февраля Старого стиля 78 года В Киеве 2 августа Старого стиля Руководитель Одесского подпольного Кружка Ковальский Был приговорен Военным судом К расстрелу А его товарищи К к каторжным работам Заказное вооруженное сопротивление Первое в истории Революционного движения Пришедшим С обыском жандармам Адъютант Киевского жандармского управления Капитан Гейкинг Скончался от ран Нанесенных ему Революционером Попко 25 мая 1878 года Генерал-адъютант Мезенцев Шеф жандармов Начальник третьего отделения Препятствовавший Смягчению Приговора Осужденным По процессу 193 Был убит Кравчинским Степняком 4 августа 1878 Года Эти господа Не могли понять Что приучая народ Выходить на улицу И расправляться С собственными силами Правительство Делало как раз то Что имели в виду Самые крайние революционеры Оно воспитывало В народе Революционную практику И легко было заключить Против кого Была бы Направлена Подобная практика Если бы она Вошла в привычки Массы И дело Пошло бы Не о случайной Демонстрации Не об уличной Потехе А о каком-либо Серьезном Экономическом Требовании Правительство Переорганизовывало Полицию Два раза В течение Одного года Изменило Подсудность Преступлений Против Порядка Управления Оно почувствовало Себя Даже Несколько В опасности Что решилось 20 августа Призвать На помощь То самое Русское Общество Которому С незапамятных Времен Вменялась В главную Гражданскую Обязанность Молчать На всех языках По выражению Шевченко Правительство Говорило Официальное Сообщение Должно Найти Себе Опору В самом Обществе И потому Считает Ныне Необходимым Призвать К себе На помощь Силы Всех Сословий Русского Народа Для Единодушного Содействия Ему В усилиях Вырвать С корнем Зло В конце Года И сам Император Лично Обратился 20 ноября К представителям Всех Сословий В Москве С выражением Надежды На содействие Трусливый Русский Либерализм Поднял Голову В ответ На призыв Правительства Тверское Земство Указывало В постоянно Повторяющихся Политических Преступлениях Только Внешний Признак Общих Глубоких Недугов Кроющихся В нашем Общественном Организме Говорило о том Что Вредное Лжеучение Влиянию Которых Впервые Подпадает Молодежь В учебных Заведениях Министерства Народного Просвещения Находят Себе Благоприятную Почву В ненормальном Строе Самих Заведений Указывало На необходимость Для России Самоуправления Самостоятельности Личности Строго Огражденной В ее Правах Независимости Суда И свободной Печати Наконец Выводило Заключение Что Русское Общество Пришло К убеждению В совершенной Невозможности Борьбы С внутренним Злом В том Случае Если Все Условия Порождающие Зло Не будут Устранены Черниговское Земство Находило Что Положение Русского Общества Представляет В настоящую Минуту Все условия Для процветания Идей Противных Государственному Строю И что Этому Три Причины Организация Высших И средних Учебных Заведений Отсутствие Свобода Слова И печати Отсутствие Среди Русского Общества Чувства Законности Доказав Что Все Эти Причины Созданы Самим Правительством Земство Кончало Словами Что Оно С невыразимым Огорчением Констатирует Своё Полное Бессилие Принять Какие-либо Практические Меры К борьбе Со злом Об этом Происходили Совещания И в некоторых Других Земствах И были Приняты Подобные Жерешения Хотя В иных Случаях Председатели Не допускали Обсуждению Идти Очень далеко Понятно Понятно Что При подобном Настроении Приезд Ивана Сергеевича В Россию Сделался Удобным Поводом К Либеральным Демонстрациям Но Эти Демонстрации Значения Которых Он сам Очень Хорошо Понимал Как мы Это Видели Устроились Тем Скорее И Успех Их Был Тем Значительнее Что Дело Шло О писателе Действительно Любимом Всеми Группами Русской Интеллигенции Не только Либералы Более Взрослого Поколения Видели В нем Наиболее Честное И чистое Воплощение Своих Стремлений Но И радикальная Молодежь Разглядела В Иване Сергеичи Подготовителя Ее Борьбы Воспитателя Русского Общества В тех Гуманных Идеях Которые Надлежащим Образом Понятые Должны Были Фатально Привести К революционной Оппозиции Русскому Императорскому Самодурству В этом случае С его стороны Какого-либо Заискивания И Кувырканья Как выражались Котковские Мошенники Пера Перед радикальной Молодежью Действительно Не было Он мог Искренне Сказать Что он Не шел Сознательно К молодому Поколению Но Оно Пришло К нему Как оказалось Он Бессознательно Сблизился С этим Поколением А оно Сознало Эту близость Ряд оваций Начался Встреча Ивана Сергеевича На публичном заседании Общества любителей Российской словесности Заседание Общества любителей Российской словесности Состоялось 18 февраля 1879 года Лавров 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 Далее Цитирует Воспоминания Ковалевского Во втором томе Настоящего Издания Прием Сделанный ему Превзошел Все ожидания При его появлении В зале Поднялся Буквально Гром Рукоплесканий И не смолкал Несколько минут Русские ведомости 1883 Номер 256 Его приветствовала Вслед за тем Речь студента Представителя Этого молодого поколения Того самого Который Через несколько лет Должен был заплатить Ссылкой За мечту Что Возражения Докторанту Могут Высказаться Свободно В русских Университетах Имеется в виду Студент Медик Викторов В воспоминаниях О Тургеневе Он пересказывается Содержание Своей речи Возбудившей Впоследствии Много толков В среде Русской интеллигенции Я приветствовал Тургенева Как человека В котором Наше поколение Видит Живого носителя Приемственных Традиций Сороковых годов Свято Сохранившего Светлые заветы Своей молодости До наших дней Я указал В своей речи На то Что Тургенев Чутко улавливал В смене поколений Основное Содержание Их запросов Викторов Иван Сергеевич Тургенев В кругу Радикальной Студенческой Молодежи В 1879 Году В Москве Тургеневский Сборник Орел 1960 Год Страницы С 329 По 343 В 1881 В 1881 Году На диспуте По поводу Диссертации Иванюкова Основные положения Экономической политики Викторов утверждал Необходимость Революционных Методов Борьбы Подкрепляя Свои доводы Выдержками Из работ Маркса И Энгельса За откровенную Пропаганду Марксизма Он был Исключен Из университета И выслан Тургенев В воспоминаниях Революционеров Страница 50 Овации Сопровождали После этого Ивана Сергеевича На каждом шагу И продолжались В Петербурге В речах И в адресах Профессора Представители Литературы Искусства Адвокатуры Делегаты И группы Учащейся Младежи Обоих полов Высказывались Весьма смело О том О чем в России Обыкновенно Лишь шепчутся И вызывали Самого героя Торжества На смелое слово Литературу Сравнивали Для России С претерским Эдиктом Впервые Внесшим Начало Гуманности В суровую Римскую Среду Проводили Сравнение России Конца 70-х Годов С закрепощенную Россию 40-х Годов И говорили Состояние Общества Сходно И тогда Была под ногами Закованная Почва Только иначе Закованная И ждет общество Что рухнут Наши неправды В адресах Писали Вас так же Как и нас Возмущают До глубины души Печальные И странные Явления Нашей общественной Жизни Вытекающие Как строго Логические Последствия Из нашего Общественного И призывали Его В ряды Той Интеллигенции Нашего Общества Которая Так или иначе Стремится К неспровержению Настоящего Порядка Даже Высказывали Вы один В настоящее Время Сумеете Объединить Все направления Партии Сумеете Оформить Это движение Придать ему Силу И прочность Подымайте Высоко Ваше Светлое Знамя На ваш Могучий И чистый Голос Откликнется Вся Россия Вас поймут И отцы И дети Общее дело Номер 56 Страница 6 Цитата Из адреса Студентов Горного Института Тургенев В воспоминаниях Революционеров Страница 87 И Несмотря на свой Скептицизм Относительно Всех действующих В России Людей и групп Иван Сергеевич Радовался Сближению Около него Старого И молодого Поколения Старался указать Что Есть Слова Есть Мысли Которые Им Одинаково Дороги Есть Стремление Есть Надежды Которые Им Общи Есть Наконец Идеал Большим Политическим Тактам Чем Я Вот И Приходится Мне Трудно Это Конечно Для Меня Приходится От многого Отказаться Ну Что Ж Делать Ведь Пришлось Ж Немалом Пожертвовать Когда Начал Писать Охотничьи Рассказы Значит И Теперь Можно Общее Дело Из Воспоминаний Бывшего Студента Горного Института Само Собой Разумеется Что Русскому Правительству Это Было Не По Сердцу В Петербурге Седого Путешественника Окружили Шпионами Ему Запрещено Было Там Являться Среди Молодежи И Принимать Ее Овации Ему Советовали Под Рукою Уезжать Император Говорил О Любимом Русском Романисте Это Ненавистный Мне Человек Но Тронуть Писателя Знаменитого Во всей Европе Не Решились Он Мог Только Ответить На Приветствие Молодежи Письмом Которое Было Напечатано В Петербургском Листке И Где Было Сказано Между Прочим Письмо Тургенева Было Публиковано 27 Марта 1879 Года В Номере 60 Петербургского Листка Вижу Я Что Молодое Поколение Стоит На Том Пути Который Один Может Вывести Нас К Свету Освежить Нас И Дать Нам Свободно И Мирно Развиваться Он Уехал Из России В Конце Русского Марта Недели Задьве До Покушения Соловьева Писал Мне 9 Апреля 28 Марта Тургенев Выехал Из Петербурга В Париж 21 Марта 2 Апреля 1879 Года Не Зайдете Ли Завтра Около 12 Часов Ко Мне Покалякать А есть О чем Я Бо Сам К вам Наведался Да Подагра Опять Меня Кусает И Вероятно Я Просижу Дома Несколько Дней Из России Я Вернулся В Субботу 5 Апреля 24 Марта Он Действительно Рассказывал С одушевлением О том Что Пережил Хотя Беспрестанно Возвращался К мысли Что Овации Ему Были Лишь Поводом Для Либералов Высказаться А на мои вопросы Можно ли Надеяться Что Либералы Сгруппируются Организуются Решаться Кое-чем Рискнуть И выступить Как политическая Партия С определенной Программой Опять И руководителя Политического Движения Поймут О русском Тот Из которого Я Для меня Было важно. Участник же адреса, восстанавливая его по памяти, восстанавливает особенно то, что для него было интересно. Но может случиться, что мои выписки относились и к другому адресу, примечания Лаврова. Покушение 2 апреля сильно разуверило Ивана Сергеевича в том, что пора терроризма в России прошла. Через три дня после покушения на Александра II Тургенев писал Якову Полонскому 5-17 апреля 1879 года. «Последнее безобразное известие меня сильно смутило. Предвижу, как будут иные люди эксплуатировать это безумное покушение во вред той партии, которая именно вследствие своих либеральных убеждений больше всего дорожит жизнью государя, так как только от него и ждет спасительных реформ. «Всякая реформа у нас в России не сходящая свыше немыслима». Самым страшным для Тургенева было опасение, что в ответ на террористические действия революционеров усилится политическая реакция в России. «Очень я этим взволнован и огорчен», — говорится в том же письме. «Вот две ночи, как не сплю. Все думаю, думаю, и ни до чего додуматься не могу». Тургенев письма, том двенадцатый, книга вторая, страницы шестидесятая и шестьдесят первая. «Мы в это время едва ли видались, по крайней мере, у меня не осталось личных воспоминаний о впечатлении на него, произведенном этим событием. Знаю, что ходили слухи, будто по его инициативе посылается от Парижского общества русских художников адрес императору. И я нашел между своими бумагами неотосланное мое письмо по этому поводу к Ивану Сергеевичу. Неотосланное именно потому, что слухи оказались, вероятно, сомнительными или вовсе неверными». В неотправленном письме от 5-го, 17-го апреля 1879-го года Лавров уведомлял Тургенева. «Я хотел сегодня быть у вас, но думаю, что история теперь захлестнула своей волной планы помощи нуждающимся русским, как мне передавали вчера, вы и без того завалены хлопотами об адресе от Русского художественного общества, который по вашей инициативе посылается в Зимний дворец». Литературное наследство, том 73, книга 2, страница 63. Адрес, написанный Тургеневым, был послан Александру Третьеву. Статья «Кузьминой, Тургенев и художник Дмитриев Оренбургский». Тургеневский сборник. Третий выпуск. 1967 год. Страницы 266-267. Люди, видевшие его часто в это время, сообщали мне о резком переходе, замеченном в его мнениях о Соловьеве. Сначала Иван Сергеевич был сильно вооружен против него, но потом, выслушав рассказ какого-то высокопоставленного приятеля, передавшего ему, как держал себя Соловьев на суде, его оценка, говорят, совершенно изменилась, и он признавал в Соловьеве замечательный героизм. Около июня месяца он самым усердным образом хлопотал о госпоже Кулешовой, арестованной в Париже по поводу устройства там секции интернационала, и которую, как ходили слухи, имелось в виду по окончании следствия выдать русскому правительству. 25 июня, 7 июля 1879 года, Тургенев сообщал Лаврову «Возвращаю вам письмо Кулешовой. Надеюсь, что это ей поможет выбраться из тюрьмы, но сомневаюсь». Тургенев, письмо, том 12, книга 2, страница 102. Революционерка Кулешова, Анна Розенштейн, в 1878 году была выслана из Франции. Он обратился прямо к Орлову и доставил мне немедленно телеграмму, полученную от последнего, о том, что русское посольство и не думало хлопотать о выдаче Кулешовой России. Несколько позже он хлопотал о помещении в темп, очерка, изображавшего в автобиографической форме картину одиночного заключения в России политических преступников, очерка, писанного эмигрантом, и которому Иван Сергеевич предпосылал сочувственное предисловие. Имеется в виду очерк Павловского в одиночном заключении «Впечатление нигилиста». Предисловие Тургенева к этому очерку дало повод русской реакционной прессе выступить против писателя. В «Московских ведомостях» номер 313-й от 9 декабря старого стиля 1879 года появилась провокационная заметка Маркевича, подписанная «Иногородний обыватель». Там говорилось, между прочим, темп от 12 ноября 1879 года. Автор принадлежит к тем молодым русским, слишком многочисленным в настоящее время, мнение которых правительство моей страны нашло опасным и заслуживающим наказание. Нисколько не поддерживая его мнений, я думал, что наивный и откровенный рассказ о тех страданиях, которые он испытал, не только вызывает сочувствие к его личности, но докажет и то, насколько предварительное одиночное заключение не может быть оправдано с точки зрения здравого законодательства. Вы увидите, что эти нигилисты, о которых говорят в последнее время, не так черны и не так зачерствелы, как их представляют. Само собой разумеется, что Катков не упустил случая воспользоваться словами Ивана Сергеевича, и один из его поспешников, весьма известная и в достаточной степени грязненькая личность, напечатал в московских ведомостях от 9 декабря 1879 года под псевдонимом «Иногороднего обывателя» корреспонденцию, где обвинял Ивана Сергеевича в низкопоклонничестве и в заискивании, и в кувыркании предызвестную частью нашей молодежи. Тогда-то Иван Сергеевич в конце декабря 1879 года прислал в редакцию «Вестника Европы» письмо, которое господин Стасюлевич поместил в молве 30 декабря 1879 года в «Вестнике Европы» за февраль 80-го и паки в новостях от 14 сентября 1883 года. В этом письме находилось то исповедание политической веры, из которого я привел отрывочно уже некоторые места и которые теперь привожу в связи. Не хвастаясь и не обинуясь, а просто констатируя факт, я имею право утверждать, что убеждения, высказанные мною и печатно, и изустно, не изменились ни на йоту в последние 40 лет. Я не скрывал их никогда и не пред кем. В глазах нашей молодежи, так как о ней идет речь, в ее глазах, какой бы партии она ни принадлежала, я всегда был и до сих пор оставался постепеновцем, либералом старого покроя в английском, династическом смысле, человеком, ожидающим реформ только свыше, принципиальным противником революции, не говоря уже о безобразиях последнего времени. Молодежь была права в своей оценке, и я почел бы недостойным и ее, и самого себя представляться ей в другом свете. Те овации, о которых упоминает иногородный обыватель, мне были приятны и дороги именно потому, что не я шел к молодому поколению, но потому, что оно шло ко мне. Они были мне дороги, эти овации, как доказательство проявившегося сочувствия к тем убеждениям, которым я всегда был верен и который громко высказывал в самых речах моих, обращенных к людям, которым угодно было меня честовать. Слова о безобразиях последнего времени, не совсем гармонировавшие с теми отзывами о героизме Соловьева, которые, как мне передавали вполне заслуживающие доверия свидетели, были высказываемы Иваном Сергеевичем после казни Соловьева, не могли не произвести в русской молодежи некоторого охлаждения недавних восторгов, хотя никогда нельзя было считать его сочувствующим террору, и его письмо не содержало в целом ровно ничего, что не совпадало бы и с общим характером деятельности Ивана Сергеевича и с теми побуждениями, которые вызвали овации в молодежи в феврале и марте 79-го года. Это охлаждение выказалось на пушкинском празднике в июне 1880 года. В филеетоне русских ведомостей 27 сентября 1883 года автор сообщает, что речь Ивана Сергеевича была встречена холодно, и эту холодность еще более оттеняли те овации, предметом которых вслед за ним сделался Достоевский. Сообщает и следующий анекдот. Выходя из залы, Тургенев встретился с группой лиц, несших венок Достоевскому, в числе их были и дамы, одна из них, сделавшаяся потом эмигранткой, оттолкнула Ивана Сергеевича со словами «Не вам, не вам». Это было очень несправедливо, но вполне объяснимо. Воспоминания Ковалевского во втором томе настоящего издания. Это было вопиющей несправедливостью именно по отношению к Достоевскому и его речи, с ее трескотней фраз о всей человеке, о необходимости принять вкусы и предрассудке народа, при высказанном лишь в объяснении речи утверждении, что наш народ просветился уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его. Дневник писателя. Август 1880 года, страница 21. Что идеал русского народа Христос, там же, страница 23, «С лицемерно любовную болтовнею Достоевского о русской душе, указывающей исход европейской тоске во имя братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону». Речь в дневнике писателя. Август 1880, страница 19. Достоевский, сочинение «Москва, Ленинград, 1929 год», том 12, страница 389-390. Конечно, молодежь, делавшая овации Достоевскому, брала из его речи не то, что он действительно говорил, а то, что в этой речи соответствовало ее стремлениям. Не христианское прощение зла, наносимого братьям, читала она из туманных слов нервного оратора. «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только стать братом всех людей всечеловеком». Там же страница 18. «А солидарность в борьбе за право, за лучшую будущность для всех обездоленных братьев, против их эксплуататоров всех наций». Она готова была смириться перед народом в том смысле, который употреблял Иван Сергеевич в своем письме от 11 сентября 1874 года. «Русская старина», октябрь 1883, страница 202. 25. «Смириться для мелкой и темной работы, смириться перед народом, жертвуя ему своими интересами, своим благополучием, своей жизнью, но перед народом, в пробуждающемся сознании которого, она читала ненависть к его вековым притеснителям. «Пред народом, который в стремлении к правде умственной и нравственной принял бы в свою суть уже не Христа, смиренно переносящего заушение, а Христа, воскресшего из могилы невежества и бессознательности, Христа, являющегося справедливым и грозным судьею». Из письма Тургенева к Философовой. Тургенев, письма, том 10, страница 295. Это молодежь при словах Достоевского о русском, несчастном скитальце в родной земле, в оторванном от народа обществе нашем, видела вовсе не образы Олега и Онегина, но образы более дорогие и близкие. Достоевский, том 12, страница 413, из главы 3, две половинки. Она сама, эта страстная и самотверженная молодежь, только что горько испытала, насколько она оторвана от народа. За эту оторванность она заплатила шестью годами бесплодной пропаганды, тысячами жертв братьев, томившихся на каторге, умиравших в одиночном заключении и на виселице. Она только что начала новый, более ожесточенный бой с врагами этого народа, со своими врагами, и все более проникалась сознанием, что ей приходится выполнить делом Аннибалову клятву, которую в молодости давал Тургенев. Задачу, за которую сидел в мертвом доме прежний сторонник Петрашевского, говоривший теперь о христианском смирении и подразумевавший под словами «государство, которое приняло и вновь вознесло Христа» Дневник писателя от 1880 года, страница 38-я. «Ту самую царскую Русь Иванов Грозных и споров о Двуперстном кресте, ту самую императорскую Россию Шаховских, Магнитских, Дубельтов, Мезенцевых, против которых поднималась русская молодежь». Свою боль, скитальчество по русской земле, свое жаркое желание слиться с народом, свою страстную готовность жить и умереть за братьев она вносила в слова оратора. И ее овации, которые он гордо принимал за события, относились к ее собственной трагической истории, которую она подкладывала под его туманные фразы. В это самое время седой поклонник искусства, как нарочно, не касался ни одного больного жгучего места взволнованной Руси. Он говорил о том минувшем времени борьбы сороковых годов, когда стало не до поэзии, не до искусства. Вестник Европы. Июль 1880 год. Приложение к странице 10. «Когда миросозерцание Пушкина показалось узким». Здесь и дальше цитируется речь Тургенева о Пушкине, произнесенная им на торжествах в день открытия памятника поэту 7 июня 1880 года. Тургенев, сочинение, том 15. Но что значила для слушателей та старинная борьба, когда теперь кипела новая, когда стоны слышались с кары, из централок и из казематов крепостей, когда жертвы падали одна за другой с обеих сторон, и взрывы заставляли колебаться окрестности Москвы и Зимний дворец. Кара, корейская каторга в Сибири, была местом ссылки участников революционного движения. Тургенев кончал приглашением слушателей признать учителем страница 13 великого поэта, для которого поэзия была примирением со всеми бедствиями жизни, когда в ушах молодежи звучали слова других, безымянных, затерянных в ее массе учителей, требующих крови за кровь, призывающих народ к восстанию, он, верный своим прежним задачам, говорил страница 15 «В эпохе народной жизни, носящей названия переходных, дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины, идти вперед, несмотря на трудность и часто на грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом». Под этими словами мог подписаться любой русский революционер, и они несравненно ближе подходили к задаче русской революционной партии, чем действительный смысл широковещательных слов Достоевского о «все человеке», но они потерялись для слушателей в общем сдержанном тоне речи, не гармонировавшей с раздраженными нервами русского общества. Они еще более потеряли для слушателей значение, когда седой оратор только что перед тем отождествил народного поэта с национальным. Страница шестая. Тогда как сама суть социального вопроса последнего периода заключалась и в противоположении понятия о народе понятию «нации», понятия о народе как экономическом классе, обреченном самую историю на классовое противоположение, на классовую борьбу с экономическими господствующими группами, понятию о «нации» как такому, которое соединялось с точки зрения этнографической, культурной или политической в одно целое все экономические классы и потому замазывала самый существенный вопрос истории, вопрос борьбы классов. Для Ивана Сергеевича этот вопрос в его грозном значении никогда не был ясен, хотя художнику не раз приходилось невольно подходить к нему довольно близко. Но именно тот политический либерализм, верностью которому в продолжении всей своей жизни Иван Сергеевич так гордился, мешал ему ясно видеть за единством нации противоположение народа, экономически господствующим над ним классом. О малом знакомстве Ивана Сергеевича с современной постановкой социально-экономического вопроса в Европе в русской мысли «Ноябрь 1883 года» страница 323. Но здесь, говоря о народе, позволю себе попутно заметку, вызванную недавно сообщенным мне сведением. Иван Сергеевич – один из лучших и наиболее развитых представителей русских экономически господствующих классов, искренне любил русский народ, и его теплые симпатии к последнему слишком ясны для внимательного читателя его произведений, чтобы стоило на этом останавливаться. Но он иногда в разговорах высказывался о нем так же резко, как нежно любящий человек высказывается иногда с крайним раздражением о любимой женщине, недостатки, которые его тем более раздражают, чем нежнее он ее любит. И всем очень хорошо известно, что подобные взрывы негодования не только не показывают ненависти или презрения, но скорее суть именно свидетельства о неискоренимости привязанности. Мне рассказывали достоверные люди, со слов Ивана Сергеевича, что Достоевский передал в русскую старину для напечатания в 1890 году о бывшем будто у него разговоре с Тургеневым, где последний отзывался самым оскорбительным образом о русском народе. Иван Сергеевич отрицал, что он имел когда-либо подобный разговор с Достоевским. Читатели 1890 года, может быть, будут иметь, если все это верно, в самом произведении какие-либо доказательства за или против воспоминаний Достоевского. По-видимому, отзывы Достоевского об Иване Сергеевиче, напечатанные в первой книжке «Вестника Европы» за нынешний год, которые мне еще не удалось видеть, не позволяют ожидать сколько-нибудь беспристрастной передачи первым фактов, относящихся ко второму. Но если бы и случилось когда-нибудь Ивану Сергеевичу говорить подобным образом при Достоевском, а по некоторым рассказам это ему случалось при других, и потом забыть об этом, мне кажется, что всякий беспристрастный читатель должен бы, согласно только что сказанному, приравнять это брани влюбленного. Не лишены значения, если они переданы верно, слова Ивана Сергеевича упомянутые в «Русской мысли». Ноябрь 1883 года, страница 326. «Нам нужно не вносить новые общественные и нравственные идеалы в народную среду, а только предоставить ей свободу, возделывать и растить те общественные идеалы и нравственные принципы, зародыши которых кроются в ней самой». Примечание Лаврова. Но для русской молодежи противоположение народа и нации было не только вопросом теории, а вопросом жизни, вопросом, определяющим решимость на борьбу и на самоотвержение. Все это вызвало печальное недоразумение, вследствие которого первый проповедник, примиряющего христианство, поклонник русского государства с его жандармским строем, мистический ренегат убеждений своей молодости, стал на минуту предметом овации молодежи, увлеченной своим призраком. А тот, который недавно был предметом восторгов, который только что публично оттолкнул грязную руку Каткова, должен был почувствовать, что не ему можно в 1880 году явиться объединяющим центром отцов и детей взволнованной России. Об отношении демократической молодежи к речам Тургенева и Достоевского о Пушкине в воспоминаниях Летковой. Звенья, том 1, 1931 год, страницы 467-477. К сожалению, мы имеем очень мало стихотворений в прозе, относящихся ко времени после июня 1880 года, и ни одного, которое давало бы истолкование того, как смотрел на отношения русского общества к нему Иван Сергеевич. Может быть, это найдется в рукописях. Из трех произведений этого времени мне известных мне придется еще упомянуть о двух. К эпохе, следовавшей за возвращением Ивана Сергеевича из Бужеваля в Париж в 1882 году, относятся два факта из моих воспоминаний, точные даты которых я не помню, и важности которым я особенно не предаю, но которые мне были потому неприятны, что в этом случае мои вполне невинные сношения с Иваном Сергеевичем как бы послужили поводом неприятностей для него. По крайней мере, наверное, второй эпизод. Первый мог иметь место и ранее его последние поездки в Россию. Примечание Лавровым. В русское посольство явился доносчик, который сообщил о подслушанном им будто бы в одной парижской кофейне разговоре между двумя русскими о планах цареубийства. Доносчик сообщил, что слышал, как называли по имени и отчеству одного из разговаривавших, и что захватил обрывок письма, которым один из них зажигал сигару. На обрывке стояли по-русски слова «бужеваль» и «дата». Эти слова были написаны рукой Ивана Сергеевича. Он признал свой почерк. Он уверял меня, что в это время мог по-русски писать только двум лицам, мне и еще другому, но по некоторым соображениям думал, что скорее мне. Как мы не ломали с ним головы, каким образом этот обрывок письма, вероятно, самого невинного, мог попасть в руки какого-нибудь шпиона, но мы не догадались. Рассказ же о цареубийцах носил на себе следы явной и нелепой фантазии. По описанию фигур разговаривавших, мне переданному, я не мог применить этого описания никому из лиц мне знакомых, хотя имя и отчество одного из говоривших могло бы служить руководителем, если бы рассказ был верен. Так как имя это носил один общий наш с Иваном Сергеевичем приятель, совершенно чуждый всяких революций, то надо думать, что в письме, вероятно, не имевшем никакого серьезного содержания и потому брошенном мною, Иван Сергеевич случайно упомянул о нем, а доносчик, доставший как-либо этот листок, воспользовался действительным именем для округления своего рассказа. Князь Орлов имел, как мне передавал Иван Сергеевич, разговор с ним по этому поводу, писал в Петербург и окончательно объявил ему, что ему верят и дело придают забвению. Имеется в виду Домбровский, явившийся в декабре 1879 года к Орлову, русскому послу в Париже, с доносом о якобы готовящемся покушении на царя. История эта не имела последствий. Другой случай имел более широкую огласку и перешел в газеты. Общество русских художников в Париже вздумало дать литературно-музыкальный вечер. Быв раз у Ивана Сергеевича, я спросил как-то, а что, как он думает, можно мне быть на этом вечере? Он ответил мне, что, конечно, можно, и что он даст мне два билета для меня и для какого-либо из моих приятелей. Я тогда серьезно спросил его, не может ли быть какого-либо скандала, ведь если запоют в Божий царя храни, так мне придется выйти среди пения, а это может доставить ему неприятности. О других неприятностях, меньших, но возможных, вследствие самого моего присутствия, мы едва ли упомянули. Он с улыбкою сказал, что Божий царя храни, петь не будут. Концерт состоялся. Иван Сергеевич лежал больной в подагре и прислал мне билеты с любезную записку, впрочем, не сохранившуюся. При входе я спросил, смеясь, секретаря общества, не выгонят ли меня. Но все были чрезвычайно любезны. Мои знакомые художники и лица, довольно известные, очень смело подходили ко мне. Со мной ознакомились при случае даже лица, мне до тех пор неизвестные. Программа вечера была прекрасно составлена. Я усердно аплодировал всем исполнителям и ушел вполне уверенный, что все прошло благополучно. Но оно оказалось не так. По чьему-то доносу, не то священника русской церкви, не то военного агента, господина Федерикса, началось разыскание, кто доставил мне билет. Общество составило даже проект протеста против Ивана Сергеевича, который, для вящей иронии, по безграмотности составителей дали конфиденциально ему же поправить, как он мне сам говорил. Он имел в виду выйти из общества после того. Но дело перешло в высшую инстанцию. Князь Орлов поехал к Ивану Сергеевичу опросить его. Снесся с Петербургом и, окончательно оставив в стороне протест, изменил существенно устав общества, устранив впредь возможность появления на его вечерах столь неприятных личностей. И, кроме того, попутно, стеснив право членов вводить женщин. Почему, осталось для меня неясным, так как ни одной из известных революционерок в Париже не было, а все русские латинского квартала там бывшие большую частью легальные студентки и были одеты и держали себя вполне прилично. Присутствие Лаврова и группы русских эмигрантов на литературно-музыкальном вечере в обществе русских художников вызвало неудовольствие руководителей общества и официальных кругов. Председатель общества русских художников Париже Боголюбов писал в своих воспоминаниях, «Я пришел в общество часов около десяти вечера, застав мастерскую нашу полную народа. Вглядевшись поближе, вижу все незнакомые лица, в особенности в числе дам. Все были какие-то коротко стриженные, плохо умытые, одетые также и нечесанные. Спрашиваю секретаря нашего художника Сакса, «Что это за народ?» «Налево, вижу, сидит старик длинноволосый. Это кто? Лавров. Коновод нигилистов и цареубийц». Литературное наследство, том 76, страница 457. В числе других участников с чтением стихов выступил поэт Минский, особенно возмутивший Боголюбова. Вышел поэт, вспоминает он, и за место стихотворения о луне и ночной росе прочел, как Каракозова вели на виселицу и его думы. В связи с этой историей, получившей широкую огласку, Тургенев обратился с официальной запиской к Боголюбову, выражая сожаление о случившемся. Тем не менее, Тургенев называл этот эпизод незначительным. Об этой истории, доставившей Тургеневу неприятности, вспоминают многие мемуаристы. Павловский, Хин и другие. Грянул удар 1 марта 1881 года. 1 марта 1881 года был убит Александр II. Долго после того я не видался с Иваном Сергеевичем, но еще весною до обыкновенного переезда своего в Бужеваль он мне назначил тайные свидания в одном ресторане, так, чтобы ни у него дома, ни на улице нас не видали вместе. Не могу сказать поэтому, по личным воспоминаниям, какое впечатление произвело на него событие непосредственно. Относительно статьи в политическом и литературном обозрении, которое у меня нет теперь под руками, он не отказывался, что она была внушена им, хотя не признавал ее при мне своим произведением. Из нее видно было, что он ожидал от нового царства не лучшего. Когда мы стали видаться, реакция была уже в полном разгаре, и он с раздражением сообщал мне о подвигах нового царствования, о падении духа его приятелей и тому подобном. Летом я его вовсе не видал, так как в Бужеваль не ездил. Но я имею основание думать, что суд, приговор и казнь 3 апреля произвели на него сильное впечатление, и что под этим впечатлением написано им стихотворение в прозе «Порок», которое не вошло и не могло войти в состав того, что было напечатано в следующем году в Вестнике Европы. Но было мне прочитано летом 1882 года вместе с тремя другими, там напечатанными. 3 апреля 1881 года были казнены революционеры-террористы, совершившие покушение на Александра II Желябов, Кибальчич, Михайлов, Перовская, Рысаков. «Порок» был написан еще в 1878 году, но по цензурным соображениям Тургенев просил Стасюлевича не публиковать его в ряду других стихотворений в прозе, печатавшихся в 12-й книге «Вестника Европы» за 1882 год. Впервые «Порок» был напечатан в 1883 году как приложение к прокламации народовольцев. Иван Сергеевич Тургенев. Тургенев. Сочинение. Том 13. Страница. 168. Новым Еленам, рисовавшимся в воображении художника, приходилось отвечать теперь «Знаю, я готова» на более грозные вопросы, чем те, которые им ставили дорогие им личности в 1859 году. И если из конур катковцев раздавалась около них озлобленная дура, то они слышали над собой и голос истории, в которую они смело вступали, и которая говорила потомству «Святая». В бумагах Ивана Сергеевича должен оказаться листок, бывший в 1882 году в ящике его письменного стола, листок, на котором карандашом нарисованы изящные портреты Перовской, Желябова и Кибальчича. О сходстве я судить не могу. Я отношу «Порок» к первой половине 1881 года, так как это произведение, очевидно, было навеяно образом Перовской, как заметил один критик 8 января 1884 года. Но к концу года Иван Сергеевич относился крайне скептически к русским революционерам, которых он считал, как и многие, окончательно разбитыми и неспособными к дальнейшей энергической борьбе. Это особенно проявилось в его отчаянном «Вестник Европы» январь 1882 год, писанном в ноябре 1881. Здесь, как аналогия современным революционерам, выставляется человек прежнего времени с беспредметной отчаянностью. Вестник Европы, страница 37-я, сходный с новыми своими потомками, будто бы тем, что и там, и тут жажда самоистребления, тоска, неудовлетворенность. Вестник Европы, страница 56-я. В частных разговорах Иван Сергеевич еще резче настаивал, как мне рассказывали, на этой параллели, но отрицал в новых революционерах ту физическую энергию, которая для них, как он полагал, была необходима, и тип, который он хотел нарисовать в своем «Мише» с зубами его крупными, белыми и по-звериному заостренными. Вестник Европы, страница 39-я. Он так горячо стоял за подобный взгляд, что даже поссорился с одним своим молодым приятелем, резко отстаивавшим отсутствие всякого рационального сходства между типом жалкого Миши и новыми революционерами. Об этом в «Русской мысли» за ноябрь 1883 года, страница 329-я. Хотя, по некоторым частным сведениям, разговор там передан не совсем точно. Примечание Лаврова. Имеются в виду воспоминания Павловского. Это был явно продукт периода, когда Иван Сергеевич видел только недостатки в представителях нового движения и раздражался ими как новым разочарованием. Вероятно, к той же эпохе относится и разговор, сообщенный в фильетоне русских ведомостей от 27 сентября 1883 года, в котором Иван Сергеевич раздражался слабостью и отсутствием всякой почвы под разными новыми течениями русского общества, отказывался воплотить их в романе, придать бесформенности форму, или предлагал назвать этот новый роман «Трясиною». Так как в промежуток до лета 1882 года, когда он мне читал «Порог», не случилось ничего, что могло бы оживить веру Ивана Сергеевича в силу борющейся партии, то я не считаю возможным, чтобы «Порог» был написан после «Отчаянного». Впрочем, в январе 1882 года, когда я был у него с одним приятелем, он так мрачно смотрел на события в России, что говорил, между прочим, «Прежде я верил в реформы сверху, но теперь в этом решительно разочаровался. Я сам с радостью присоединился бы к движению молодежи, если бы не был так стар и верил в возможность движения снизу». Свидетель и участник разговора выразил мне готовность засвидетельствовать в случае нужды его действительность. Примечание Лаврова. Между тем, в России были группы, сильно верившие в то, что Тургенев стоит за партию движения. Как одно из проявлений этого приведу довольно забавное истолкование, которые давали иные, его совершенно объективному рассказу «Песнь торжествующей любви», появившемуся в ноябрьской книжке «Вестника Европы», когда Иван Сергеевич писал уже отчаянного. «Песнь торжествующей любви» напечатана в «Вестнике Европы», 1881 год, номер 11. «Валерия» – это Россия, которой легально обладает фабий правительства, но силою чар немого именно русского народа и силою чар собственной любви, готовой даже на преступления и торжествующей над всеми препятствиями. «Муций» – символическое воплощение русских революционеров, привлекает к себе неудержимо Россию, делается ее обладателем на зло ей самой, и лишь он способен оплодотворить ее для лучшего будущего, причем она даже после гибели своего оплодотворителя соединяется с ним духовно и поет песнь торжествующей любви, песнь революции. Мы с Иваном Сергеевичем немало смеялись, когда я ему передавал это истолкование более фантастическое, чем сам этот фантастический рассказ. Вслед за тем я был выслан из Франции. Поводом изгнания Лаврова из предела Франции в 1881 году послужила организация им вместе с Верой Засулич сбора средств в пользу только что основанного Общества Красного Креста народной воли. В три дня, предоставленные мне для устройства дел, я съездил проститься к Ивану Сергеевичу, которого не застал, но получил от него вслед за тем от субботы 11 февраля самое сочувственное письмо, где он мне пишет, что говорил обо мне с префектом полиции Камискассом, что тот готов мне дать отсрочку, если я только попрошу ее, и предлагал свои услуги, если только он может быть мне полезным. Тургенев хлопотал о Лаврове перед префектом полиции Камискассом по собственной инициативе этот факт подтверждается в воспоминаниях Скворцовой-Михайловой «Литературное наследство», том 73, книга 2, страница 58. Я не имел в виду просить об отстрочке и уехал, но в тот самый день, когда Иван Сергеевич писал мне предшествующую записку, в журнале, редактируемом тогда слишком известным «Ционом», появилась статья, где, должно быть, я не имею ее под руками и цитирую по темп, упоминалась о введении меня Иваном Сергеевичем в Парижское общество русских художников, и говорилось, что я мог так долго оставаться на почве Франции лишь потому, в особенности, что пользовался покровительством Тургенева, который при помощи своих связей спасал меня несколько раз. На другой день появилось в том же журнале и вечером в темп от 13 февраля 1882 года письмо Ивана Сергеевича, где было сказано «Впервые на русском языке письмо Тургенева было напечатано в «Русских пропилеях», том 3, «Тургенев письма», том 13, книга 2, страница 25. «Я знал господина Лаврова в Петербурге как литератора, когда он преподавал военное искусство и печатал работы по философии. Как литератора я ввел его однажды на музыкальный вечер кружка русских художников в Париже. Что касается спасения господина Лаврова, я никогда не имел для этого ни возможности, ни случая. А наши политические взгляды расходятся настолько, что он в одном из своих напечатанных произведений формально упрекал меня в том, что я как либерал и оппортунист всегда противодействовал тому, что он называл развитием революционной мысли в России». Тургенев имеет в виду статью Лаврова «Цивилизация и дикие племена». «Мне совершенно неизвестно, на какое мое напечатанное произведение намекал при этом Иван Сергеевич, так как единственный раз, когда я серьезно напал на него, я не мог обвинять его в оппортунизме, термине еще не родившимся в 1869 году, и полагаю, что память его обманула, как и в приписывании мне преподавания военного искусства, которого я никогда не преподавал. Тем более, что русских либералов оппортунистами я не мог никак называть, когда именно они страдали тем, что упускали из рук всякое оппортюнное обстоятельство для действия». В 1866 году Лавров читал курс высшей математики в Артиллерийской академии. Едва ли так же я когда-либо писал, что он противудействовал развитию революционной мысли в России, так как противудействовать ей едва ли он когда-нибудь мог, оставаясь в стороне от нее, косвенно же и бессознательно содействуя ей. Во всяком случае, если я где-нибудь высказал что-либо подходящее к этому, это могла быть лишь заметка, которую Иван Сергеевич растолковал себе не совсем точно. Он был совершенно прав в том, что он не имел случая спасать меня. Но все это в сущности совсем не важно, так как разница наших взглядов, упомянутая Иваном Сергеевичем, была совершенно верна. И я действительно видел в нем всегда только либерала, хотя либерала настолько имеющего более чутья, чем его товарищи, что он готов был сочувствовать и даже содействовать всякой нарождающейся силе оппозиционной по отношению абсолютизма, как только он мог на минуту предполагать, что она может проявиться как сила. По возвращении моем в Париж через три месяца я застал Ивана Сергеевича уже сильно больным. И мы ни разу даже не упоминали в разговорах о его письме. Тогда его занимал план романа, в котором он хотел противоположить тип русского социалиста-революционера, типу французского его единомышленника. Эта мысль противоположения русской и западноевропейской передовой натуры составляла часто предмет его разговоров и со мною, и с другими лицами. Как свидетельствуют воспоминания, напечатанные в русской мысли за ноябрь 1883 года, страница 319 и следующая, в русском курьере за 14 декабря 1883 года, в новом времени, 7 сентября 1883, из лондонского Атенеума и в других изданиях. По некоторым свидетельствам, «Русский курьер», 14 декабря и «Русская мысль» за ноябрь 1883 года, рукопись, заключающая первый набросок этого задуманного романа, была уже довольно значительного объема в 1882 году. По другим «Русские ведомости» от 27 сентября 1883 года, ее вовсе не существовало, и план романа был только в голове Ивана Сергеевича. Позднейшее обнародование оставшихся после него рукописей покажет, кто прав. Имеются в виду воспоминания Ковалевского, Рольстона, во втором томе настоящего издания. Павловский в своих мемуарах писал о том, что видел рукопись этого романа. Образы, сцены до того толпились в голове Ивана Сергеевича, что он говорил отдельными словами, намеками, жестами, и кончил тем, что махнул рукой, сказав, «Нет, все это надо написать, иначе не поймете». «Два года спустя», рассказывает мемуарист, «я застал Ивана Сергеевича за кучей исписанных листков почтовой бумаги малого формата. Вот пишу историю П», сказал он. Павловские воспоминания об Иване Сергеевиче Тургеневе из записок литератора. «Русский курьер», 1884 год, номер 199, 21 июля. Но если и найдется набросок этого романа, можно заранее предсказать, что и здесь мы встретим превосходно созданные живые типы, найдем великолепный угол картины русского общества конца 70-х, начала 80-х годов, но полной картины, полного воплощения в надлежащие типы образа и давления времени не найдется и здесь. В продолжении последней тяжкой болезни Ивана Сергеевича 1882-83 годов я несколько раз посетил его в Бужевале и в Париже. Именно тогда, на балконе в Бужевале, поздним летом 1882 года, он мне прочел из своих стихотворений в прозе «Разговор» «Чернорабочая и белоручка» «Порог» и что-то еще. Он чувствовал себя временно лучше, говорил о поездке в Россию и был более оживлен, чем в другие разы. Тогда он мне показал и портреты, о которых я говорил выше. Тем не менее, скептицизм относительно всех русских деятелей, ясно высказывался в его словах, высказывался и в последнем напечатанном его стихотворении в прозе «Русский язык» июнь 1882 года. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей родины, «Ты один вне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык, не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома». Эти стихотворения в прозе, указывавшие несколько полнее субъективную жизнь Ивана Сергеевича, появились в декабре 1882 года. В 83-м году сначала многочисленные занятия не позволили мне часто бывать у Ивана Сергеевича, потом до меня стали доходить известия, что к нему не допускают посетителей, боясь волновать его разговорами. Летом 83-го года я видел его не более трех раз. В последний раз я нашел его очень слабым, упадок силы и приближение фатальной развязки были совершенно очевидны. Разговор явно утомлял его. Я остался у него в Бужевале всего четверть часа. Последнюю записку, писанную карандашом в минуту, когда он чувствовал себя несколько лучше, я получил от него 13 июня 1883 года. Она заключала приглашение побывать у него, обращенное к одному нашему приятелю, которого Иван Сергеевич очень любил, но адреса которого не знал. Речь идет о Лопатине. Когда тот поехал в Бужеваль, Ивану Сергеевичу уже трудно было говорить с ним. Великий художник русского слова умер 23 августа 4 сентября. Тургенев умер 22 августа 3 сентября 1883 года. Каков был ответ стихийных, бессмысленных сил на вопрос, который он сам поставил ровно за три года до своей смерти? Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, если я только буду в состоянии тогда думать? Что именно тогда в глубине его потухающих глаз билось и трепетало, как перешибленное крыло насмерть раненой птицы? Что я буду думать август 1879 года? Это останется тайной бессмысленных стихийных сил, а в последние минуты около него не было никого способного хотя приблизительно истолковать последнюю мысль умирающего. Лицо, которому я имею основание верить, передавало мне сведения, будто в предсмертном бреду, Иван Сергеевич признавал террористов великими людьми. Но тот, кто мне говорил это, указывая на свои источники, называл лиц, к свидетельству которых я не могу уже иметь такого доверия, и потому я не придаю этому сведению никакого особенно серьезного значения. Об этом писал Павловский. нам важен не бред умирающего, нам важна жизнь одного из самых крупных художников слова 19-го столетия. Если около его гроба встретились, как говорит Рольстон, новое время, 7 сентября 1883 года из английского Атанеома, представители русского правительства и русской революции, для этого было достаточно основания, даже помимо того общего уважения, которым справедливо пользовался Иван Сергеевич и как человек, и как писатель. Князь Орлов достаточно европейский человек, чтобы понимать, что пред лицом Европы ему невозможно было не отдать чести единственному может быть современному русскому писателю, которого признает великим писателем западная цивилизация, хотя бы члены царской семьи, управляющей Россией, и способны были высказывать сожаления о том, что Тургенев писал по-русски. Русским революционерам следовало высказать свое уважение к человеку, который в проповеди гуманных идей и либеральных начал принадлежал к великой плеяде литературных борцов сороковых годов против царства пошлости, к плеяде подготовителей более определенных программ борьбы последующей четверти века за лучшую будущность России, человеку, который умел лучше, чем большинство его сверстников, сочувствовать, а частью и содействовать новым силам, выступившим на почву этой борьбы, хотя не был в состоянии настолько отказаться от старых преданий либерализма, чтобы вполне понять значение новых событий и тем не менее стать в ряды новых отчаянных борцов. Бессознательный подготовитель и участник в развитии русского революционного движения, он тем не менее подготовлял его и участвовал в нем. В типе болгарина Инсарова он поставил задачу для русских Инсаровых. Он признал нравственное величие русской нови. Он отметил ярко канун великой борьбы и более смутно разглядел рассвет настоящего дня этой борьбы, хотя другой настоящий день, день торжества свободы русского народа остался для него, как остается для нас, открытым вопросом. Речь в Московском юридическом обществе в русских ведомостях 27 сентября 1883 года. В русских ведомостях 27 сентября 1883 года была опубликована речь Пржевальского, произнесенная им на заседании Московского юридического общества 23 сентября. Имеем ли мы право требовать большего от человека, сверстники и единомышленники которого, за крайне немногими исключениями, оказались или ренегатами, или трусами. Наши товарищи в Петербурге высказали уже мнение передовых русских революционеров об Иване Сергеиче. Иван Сергеевич Тургенев в летучей типографии народной воли 27 сентября 1883 года. Всем известные обстоятельства делают для меня, по моему мнению, неприличным говорить о той сцене, которая разыгралась в русской прессе после его смерти. Лавров вскоре после смерти писателя 26 августа 7 сентября 1883 года опубликовал во французской социалистической газете письмо, в котором сообщалось о ежегодной денежной помощи Тургенева журналу «Вперед». Катков перепечатал это письмо Лаврова в передовой статье «Московских ведомостей» номер 251 от 10 22 сентября 1883 года без всяких комментариев, явно преследуя провокационные цели. Выход Каткова послужила поводом для выступления русских либералов с опровержением Лаврова. С резкой статьей против Лаврова и в защиту Тургенева выступил Стасюлевич. Новости 1883 год том 76 страницы с 236 по 249 Многие друзья Тургенева горячо упрекали Лаврова за то, что он воспользовался его смертью для цели и политической агитации, говорилось в открытом письме Лопатина издателю Daily News. Несомненно, что Лавров, публикуя свое письмо, действительно желал поставить русское правительство в затруднительное положение и вынудить его или похоронить со всеми официальными и неофициальными почестями прах одного из злейших своих врагов, или же отказать в этих почестях праху человека, которого знала и любила вся читающая Россия. Но я искренне думаю, что если бы Тургенев мог слышать и знать тот шум, который происходит вокруг его гроба, то он только порадовался бы тому, что даже его прах послужил поводом к нанесению нового лишнего удара самодержавному правительству, которое он так сильно ненавидел во всю свою жизнь. Литературное наследство, том 76, страница 248. Но Иван Сергеевич оказал услугу русским либералам и мертвым. Русское правительство выказало еще раз свою неспособность не явно препятствовать честованию неприятной для него личности, не взять на себя преобладающую роль в торжестве европейски знаменитого русского художника, не даже скрыть свою бессильную и нерешительную оппозицию церемонии, в которой участвовали все оппозиционные силы России, группируя около себя, следовательно, против него правительство, множество сил, в сущности, вовсе не оппозиционных. У русских либералов хватило духу, опираясь на поддержку общественного мнения, придать этому торжеству, явно оппозиционному, размеры, до тех пор неслыханные на Руси для похорон частного лица, и, следовательно, нанести еще удар призраку непоколебимости русского абсолютизма. Мертвый Тургенев, окруженный пением православных попов, которых он ненавидел, и многочисленными делегациями групп, в политическую состоятельность которых он не верил, продолжал бессознательно дело своей жизни, выполнение аннибаловой клятвы. Как его чисто художественные типы, так и его покрытый бесчисленными венками гроб были ступенями, по которым неудержимо и неотразимо шла к своей цели русская революция. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова